Доброго времени суток! Давайте с вами посмотрим такой вопрос, сделаем раскладик, что у него происходит. Загадали такой вопросик нам, давайте сделаем, что у него происходит. Все пишут, давайте, расклады про себя любимого, про нас любимых, про что-то новое. Зато посмотрела, девочки, какое счастье на пороге, набрался всего 93 лайка, а его мысли расклада 442, не говоря уже о просмотрах. Нерасширяемый своих границ, смотрим все назад. Что у него происходит? Давайте посмотрим, кто пришел. Ох, человек сидит и ничего делать не хочет, да? Тяжелые энергии какие. Ох, какие тяжелые. Девятка мечей, восьмерка мечей. В ограничениях, да? И это, девочки, по судьбе. По судьбе. А за то, что девочки обижал. Обижал. По ходу дела, тут к какому-то прилетел бумеранг, девчонки. Кто хотел бумеранга, смотрите, что происходит. Да что происходит? Ограничения в жизни у человека. Ограничения. Человек сидит, он не может из них вылезть, да? За что это все мне, да? Почему я? Вроде бы энергичный, вроде бы такой, да? Все-таки девятка мечей говорит о том, что у человека энергии много для действий, да? Но вылезти не может человек. Во-первых, не может перестать находиться в своей зоне комфорта, то есть выпрыгнуть из нее тяжело. Об этом говорит девятка мечей. Ну, плюс еще и по восьмерке мечей, да? Здесь очень много внутренних блоков, а еще и внешние события, может быть, да, внешние какие-то, что-то такое, да, мешает человеку действовать, как он хочет. Все-таки колесо фортуны, да, здесь не фортуна, здесь колесо судьбы. Оно говорит, что вот куда ты катился, туда ты и прикатился, да? А за что ты прикатился по пятерке чаш, за то, что и бежал, за то, что отворачивался, отворачивал от себя людей, да? Может быть, а ведь все-таки пятерки, да, тем более чаш, такая карта кризиса именно вот эмоционального, да? То есть, ну, вот, согласитесь, что если человек сам по себе, если у человека у самого есть какие-то пробелы, да, то восполнить другому человеку именно то, что в пробелах, да, не может, если эмоционалка у человека страдает, что он может дать? Либо если у человека, да, все, как говорится, идет у кого-то русло в себя, да, что он может дать? Он не то, что не может, то не хочет. Здесь человек убивал, убивал на повал, здесь вот даже показано, да, эмоциональный человек терзал людей, поэтому заслуженно получает. Что происходит? Что происходит? Да, еще не показали. Так, верховная жрица. Верховная жрица. И что же с ней? Села такая, да, рассматривать. А, ну, это за вот кого, да? Тайные отношения. Тайные отношения. В тайных отношениях был он, извините, рыцарем чаш. Тайные отношения женщины, которые великолепны, девочки. Великолепны. Если вы смотрите, значит, это вы. Ну, видите? Сколько лунной энергии, сколько мудрости, женской энергии, сколько вас. Чаши, вот, король, что паш, ну, паш, то ладно, еще дитё, да, маленькое, шалит еще. Что король чаш, что рыцарь чаш, они направлены на то, чтобы пить женскую энергию, пить. У них чаши, они запирают, да? Они дают, конечно, но они дают эмоции, да? То есть, в принципе, баланс-то как бы есть, но от женщины забирают больше, потому что у женщины-то эмоций много. Здесь была, скорее всего, тайная связь, либо связь, которую не освещали, либо, ну, как третий вариант, потому что все-таки это общий расклад, Просто здесь, если жена и муж, то здесь, скорее всего, вариант того, что муж гуляка, да? Такой всегда навеселе, такой всегда бодрячком, а если кто-то на горизонте у него нарисовался, так он вообще, сама лапочка, да? А женщина более такая, да, более, такая, как сказать, там, наученная, да, такая, она более располагает к жизни, да, какой-то мудрости, вот этой вот, такой вот, к знаниям. То есть, здесь женщина может быть, на самом деле, либо научным работником, да, либо просто познающая жизнь, может быть, какая-то женщина, которая увлекается какими-то такими оккультными науками, тайными науками, таро, медитацией, астрадой, все что угодно, девочки, здесь женщина, она более такая, не то, что призимистая, все-таки лунная энергия здесь, да, больше, такая энергетически заряженная, у нее потенциала очень много для развития себя, но, опять же, она тратит, вот, тратила, да, на вот этого весельчика. Тут и говорится, да, что в жизни у нее происходит, происходило, скорее всего, туз мечей, вот, кстати, туз мечей лег на колесо судьбы, туз мечей, рубануло его как следует, да, все-таки это энергия свыше, за что, сам знаешь, да, знаешь за что, резко обрубило, может быть, и у него все, и к этой женщине, и по жизни, да, раз человек сидит в каких-то ограничениях, можно сказать, да, туз мечей кинул много, мечей, которые и заблокировали человека, происходящее, ну вот он, на пятерку чаш, да, выпал, девочки, выпал император, ему насрать, кто, что чувствует, понимаете, только он должен принимать все блага, да, с плохими картами, здесь только он, сильная энергетика, сильная, энергетика звездности, энергетика возможностей, энергетика закольцованности, понимаете, даже вот эти вот рака, да, то есть он взял на себя такую миссию, да, вроде как такого освободителя значимой личности, да, извините, править всеми, да, говорить, что надо делать, я не знаю, там, ну, вообще все, да, то есть такой монарх выше это, его ничего не может быть, ничего, здесь эгоизм сплошной, если взять пятерку чаш, пятерку чаш, да, по отношению к императору, да, здесь он, ему не то, что даже все равно, он даже не обращает внимания, понимаете, на тот раздрай, который он делает в людях, делает им, не обращая внимания на то, как поступает, и как поступки могут ранить, да, на то, как он отворачивается от людей, уходит, да, я не знаю, не вникая в то, что будет, да, с этим человеком дальше, он идет, знаете, как победитель, то есть мне можно все, я такой, да, я для высоких целей, для великих, шел, вернее, потому как мы уже поняли, что сейчас у него движения нет, что еще в жизни происходит, эгоистично разглядывает, да, вы знаете, сейчас у него такой момент, когда вот он сидит и разглядывает, что же будет дальше, вот, не сказать, что вот, понимаете, чтобы вообще вот движения не было, никогда, конечно же, человек не может постоянно находиться, да, в лежачем положении, здесь, конечно же, у человека есть движение, но, естественно, с ограничениями, которые выдала ему судьба, да, то есть наказание за что-то, снос, может быть, прежней жизни, да, такое вот обрубание, такое, может быть, прежних контактов, да, деловых связей, работы, ну, что-то, потому что по тройке, ой, по тройке, говорю, по рыцарю жезлов, да, здесь человек направляет свои действия для похода, да, ему надо, вот, надо куда-то идти, что-то делать, да, вот что-то, но, опять же, по двойке жезлов, здесь только, знаете, как сказать, там, рисовать планы, сидит возле компьютера, да, просматривает что-то, ну, сейчас я имею в виду, раньше газеты, да, читали, сейчас возле компьютера, то есть человек что-то обдумывает, разглядывая какие-то варианты, вариативность ищет, куда идти, здесь еще девочки может говорить, что человек думает про верховную жрицу, вот эту вот, да, про женщину, которая у него была когда-то, и рыцарь жезлов говорит о том, что человек все еще воспламеняется, когда думает об этом, о вас, о той, может быть, тайной связи, его это прямо заводит, может быть, еще и проявился бы к вам, опять же, по двойке, да, жезлов, и по рыцарю чаш, да, человек хотел бы с вами еще, да, прокатиться на дельфине, как здесь, но по восьмерке мечей, да, в блоках, скорее всего, оба, и вы у него, и он у вас, вот так вот, что происходит, вот и обрубила, да, обрубила пару, колесо судьбы, туз мечей, и двойка чаш, вот, и разрубила пополам, здесь, скорее всего, говорится, что человек сейчас, может быть, в раздрае, получает заслуженно, ну, что вот, захотел, заслужил, то и получил, разруб пару, да, то есть, высшие силы, скорее всего, отвели, отвели, сделали все так, чтобы вас с ним не было, потому как этот человек, да, ну, не определяется он никак, ну, не определяется, девочки, нету у него в жизни того, чтобы он, вот, как говорится, ну, в чувственной сфере, да, здесь же все-таки у нас рыцарь, чаш, чтобы он кого-то прямо вот, выбрал. Всегда у него какая-то двойственность, неопределенность, какое-то незнание, да, и нежелание выбрать, да, зачем ему выбирать, если в этом плане он может быть легкомысленным, да, и по императору имеет право выбирать. Вот и довыбирался, да, ему не хватает контактов, в жизни толком ничего не происходит, сейчас мы еще посмотрим, да, не хватает контактов, не хватает, а, если и так говорить прямо вот точечно, не хватает вас, ему не хватает той мудрости, которую вы давали, ему не хватает то вообще, что давала ему верховная жрица, и, скорее всего, да, здесь были какие-то советы по жизни, император, верховная жрица говорит о том, что человек зачастую спрашивал у вас, что надо делать, как быть, он брал советы, и это сто пудов, если это не так, это не ваш расклад, именно так и есть. Что же еще-то в жизни, ничего не происходит, разбито сердце, и тут говорится даже не о том, что оно болит, девочки, у него, а о том, что, как он думает, много энергии, и либо сейчас человек вкладывает много энергии, именно в то, чтобы просматривать вас, просматривать вас, но как мы идем выше, восьмерка мечей, в блоке, но самое главное, что и он, и вы может быть в блоке, где-то просмотр идет, да, с чего-то левого, где-то может человек что-то спрашивать, не находя это, он может вот так вот, ну как бы, не то, что даже страдать, уход здесь был, человек ушел, ушел от того, чтобы не давать вам, то есть он хотел брать, а не давать, тут прилетел бумеранг, девочки, и прилетел бумеранг ему в голову, знаете, чтобы помнил, окунуть его в эти воспоминания, научить, да, ценить, ну вот, здесь и есть, да, разрубили пару, еще женщину, вот как вас показали здесь, королева жезлов, девочки, верховная жрица, королева жезлов, говорит о том, что здесь женщина, на самом деле, необыкновенная, вы необыкновенная женщина, но необыкновенная, может быть, хорошая интуиция, может быть, на самом деле, настолько привлекательна, да, посмотрите, невозможно быть другой, да, тут магнит, недаром с кошкой рисует, еще раз говорю, да, магнетизм, конкретный, вы представляетесь, все еще у него в голове, такой нереальный, нереальный, но выбор, конечно, вашу сторону он не сделал, он не сделал выбор, он ломанулся дальше, да, он и не мог сделать, девочки, потому что по магу, во-первых, он всегда манипулирует, он и не делает выбор, он играет всеми, это же император, он такой тоже стратег, да, у него большая, огромная шахматная доска жизни, он там наяривает эти фигуры, да, сам себе вот нарисовывает жизнь по магу, зачем ему выпирать, он всегда думает, что будет больше, будет лучше, будет круче, где-то там дальше по пути, горит, девочки, он к той женщине, о которой думает, очень горит, очень, тут жезлов выпал, эти воспоминания, да, которые в голову к нему сейчас пришли, они, понимаете, сподвигают на действие, ему не хватает вас, не хватает, и не хватает всяко, как морально, да, так и физически, да, вот, вообще визуально, всяко, вот, не хватает любого контакта с вами, здесь, конечно же, ничего он делать не будет, он прекрасно знает, что ничего и нет, на какие-то, на вот все ограничения, в любую сторону, например, к этой женщине, да, чтобы он проявился по чашам, здесь нет, двойка мечей, двойка жезлов, да, все говорит о том, что он только наблюдает, и у него, так сказать, попаливает сердечко, от того, что он видит, да, король мечей, король мечей, и тут и говорится о том, что разбили, да, вот эту вот пару, потому что мужчина был холоден, он не выказывал никаких чувств, и он пользовался, пользовался, он вами пользовался, я еще говорю, здесь мужчина, да, использовал женщину, вот эту, он использовал ее мозги, ее мозги, ее знания, то, что она могла дать, а это было для него очень ценно, могу сказать, что всегда у него движение идет к яркости женской, к самобытности, к теплу, и по принцессе Пентакли могу сказать, что, конечно же, император всегда ищет очень женщин видных, ему надо, чтобы ему завидовали обязательно, он любит женщин таких, чтобы вот прямо ух, она должна визуально вызывать нас, прям наслаждение, давайте посмотрим, что у него по работе, что в работе у него сейчас, какие сдвиги по работе, как работает, сдвиги там есть у него, да, но это все, продвижения дальше нету, то есть у него все повешено, как было, так и есть, да, движения никакого, приходит, делает, уходит, приходит, делает, уходит, все, ничего, движение хочется, но он топчется на месте, девочки как маленькое дитя вообще поведение знаете ребенка он приходит на работу до делает там дела но делает у него движение без движения то есть на одном месте вот у него работа на одном месте что-то он делает там где вот вот как бы ограничен в одном да и там он веселится играет там день за возбуждается не возбуждать вот такой вот такой вот игрок жизнью что у него в чувственной сфере да если у него женщина дьявол в чувственной сфере всегда надеется данный благоприятный период всегда но начали девочки здесь сразу три старших аркана дьявол еще и дьяволу солнце представлять колька изм и все только в свою сторону девочки он одинок в личной жизни он одиночка если кто-то там есть девочки если кто-то у вашего мужчины есть вы точно знаете у бывшего это не ваш расклад не ваш расклад девочки ну давайте будем меня слушать то человек с не как сказать то с такими низменными привязками наклонностями то иначе он не может он связан по рукам и ногам вот такой вот тут архетип у нас там вот такой демонюга можно сказать и причем именно в чувственной сфере сексуально ориентированный товарищ то к женщинам он привязан ко всем мы без этого не может ему нужна сексуальная энергетика плюс к этому может быть все алкоголь но все что угодно там если этого нету да может быть что-то другое там у каждого свое человек вот именно в любви всегда вызывает у женщин доверие то есть ну не знаю как-то вот так втирается он в доверие то своей энергетикой по императору да свои вот этой вот милостью по рыцарю чаш да герой любовник он умеет ухаживать он умеет залить в уши еще и по дьяволу он офигенский притекателен как бы то ни было красив не красив не важно он прийти притягивает к себе да он знает чем заблечь и по солнышку тоже располагает к себе человек то всегда такой как будто теплый такой весь вот такой тон отшельник девочки это одиночка одиночка девяточка опять у нас пошла до огонечек несет такой знаете сам себе светит больше не светит никому девчонки больше в принципе да ничего здесь и нету у человека до старой жизни нет да в принципе и новый тоже такой как таковой то и не туда человек тихонечко продвигается куда-то стоя на одном месте я не вижу чтоб у него что-то происходило глобального в жизни да все как всегда